Заслуженная артистка Наталья Бондарева стоит у истоков тесной дружбы, театра и духовенства. Традиционно рождественский спектакль в исполнении одинцовских артистов завершает новогодние представления для детей и становится кульминацией светлого праздника Рождества Христова. 15 лет мы уже дружим с Храмом Христа Спасителя и помогаем им с радостью, помогаем проводить вот такие православные праздники. И Рождество, и Пасху. Уже очень долгая дружба, поэтому для нас эта сцена, она, конечно, родная. Команда театра Бондарева работала над этим спектаклем весь год. Создавали образы, строили декорации, репетировали. Все продумывали до мелочей. Каждый костюм, произведение искусства создан и расшит вручную известными мастерами. Все мои теперь любимые костюмы, они как детки, все авторские, вышитые, все бисером, стеклярусом, леской, вручную. Поэтому они определенный заряд несут, конечно. Но я рада, я рада, что есть результат, что люди уходят довольные, наполненные, и у них их сердца, и их добрые сердца, они оттаивают. И я надеюсь, что люди уходят когда с этих сказок, с наших, со спектаклей, с концертов, что они очень многого потом могут сделать доброго сами. Вот дай Бог. Очень трогательно и нежно в сценарии прописана история Рождества Христова, как и много веков назад. Добро и зло сошлись на одном поле. Несмотря на все хитрости и уловки, свет, любовь и чистые открытые сердца победили темные силы. Добро восторжествовало. Марьюшка нашла заветную звезду, звезду счастья и мира. Спектакль очень хороший, конечно, для детей, тем более. Дети вообще все такие подошвленные. Мы были на многих елках, но этот, конечно, поражает своим православным духом таким. Очень красивый, очень интересный, очень добрый, замечательный зал. Все хорошо видно, все хорошо слышно, очень приятно. Уникальность этой постановки еще и в том, что Наталья Бондарева находится на одной сцене вместе со своей дочерью. Марья Анна без дублеров отыграла все новогодние спектакли. У нее одна из главных ролей и в финале именно она поет заключительную песню. Как и любая мама, за своего ребенка, за свое дитя, потому что, конечно, волнуешься, будет ли она продолжать нести людям то, что несешь ты, смог ли ты, как мама, передать ей это. Поэтому она молодец, она выдержала. Я радуюсь за нее, потому что все спектакли она одной из главных ролей играла и без дублера. Впереди Новый год, новые работы и постановки. Зрители с нетерпением ждут премьер от театра Натальи Бондаревой.